МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На празднование Дня Победы ограничения для автомобилистов будут действовать в каждом районе города. Например, в Кировском машинам запрещено будет проехать по переулкам Якорный и Вузовский, а также на улице Вавилова. В Ленинском районе это улицы Чайковского, Астраханская, Коломенская до Московской. Ограничения будут действовать и в Октябрьском районе. Далее Свердловский. Проезд транспорта запретят вдоль площади Свердлова. Больше всего дорог перекроют в Центральном и Железнодорожном районах. С 7 утра и до обеда нельзя будет проехать от Робеспьера до Кирова. Заблокируют проспект Мира от улицы Декабристов до БКЗ. Также проезды вдоль здания РЖД и Краевой библиотеки. Поперечные улицы Каратанова 9 января Парижской коммуны тоже будут недоступны. Перекроют улицу Баграда от Винбаума до Перенсона. Ограничения там будут действовать до начала праздничного салюта. Напомню, что с 11.30 до 12.30 на ТВК будет прямая трансляция праздничного шествия. А в ночном выпуске в полночь покажем лучшие моменты фейерверка. Из Красноярска в Крым за 7 тысяч рублей продажа льготных билетов открылась на полуостров. Субсидированные полеты предлагает авиакомпания «Уральские авиалинии». Улететь в Крым можно будет из 12 городов России. Предложения могут воспользоваться россияне до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины, которым за 60. Также люди, имеющие инвалидность и лица, сопровождающие их. Вылеты начнутся с 15 мая. Скорее всего, сколько всего выделят льготных билетов на Красноярск, на сайте авиакомпании не указано. Не заявлены пока рейсы и в списке маршрутов аэропорта Емельянова. Популярность российских курортов спадет. Такой прогноз на летний сезон дают столичные аналитики. Отток туристов произойдет на 20% минимум. Из причин называют открытую Турцию и небывалую дороговизну путевок на берега Крыма и Сочи. Подробности в сюжете далее. Почти 300 тысяч за отпуск в Ялте. Такие деньги за две недели отдыха на четверых глава семьи Василий платить не готов. Проживание в пансионате почти советских времен. Сервис далеко не пятизвездочный. Именно поэтому уже несколько лет семейство предпочитает заграничные пляжи. Например, в Египте мы отдохнули пару лет назад за тысячу долларов. Вариант был все включено. Отель 4,5 звезды с аквапарком. При всем уважении и патриотизме я выбираю заграничные. Падение туристического потока на российские курорты в этом году прогнозируют эксперты. На берегах Краснодарского края, к примеру, прошлым летом отдохнули почти 16 миллионов человек. Крым выбрали почти 6 миллионов. Успех сезона 2016 в этом году не повторить. Столичные аналитики прогнозируют, внутренний туризм этим летом спадет на 20% минимум. Из причин называют открытой в октябре прошлого года Турция. Укрепление рубля и, как следствие, зарубежные курорты стали доступнее. Ведь цены на российские гораздо выше. Отсутствие интереса к привычным сочинским пляжам туроператоры почувствовали уже на майские праздники. Первые чартеры с красноярскими туристами улетели в Анталию заполненными. Турция бронируется активно. Начало июня двухнедельные программы. В среднем бюджет на двоих взрослых с питанием все включено и с размещением в отеле 4 звезды от 80 тысяч рублей. Это более чем хорошо. Отдых на таких же условиях двое взрослых на 14 дней, но, к примеру, в Крыму обойдется от 100 до 150 тысяч рублей. Такая дороговизна путевок зависит от цен на перелет, говорят эксперты. Весь отдых красноярцев строится напрямую от чартерных рейсов. То есть, если эти чартерные рейсы будут в Крым, если эти чартерные рейсы будут в Сочи, то, соответственно, люди поедут в эти места отдыхать. Регулярные рейсы достаточно дорогие для путешествий, и они еще и неудобны в плане достаточно большого количества времени, которое человек будет тратить в дороге. То есть, например, чтобы попасть в Крым, нужно стыковаться в Москве. К слову, красноярцы придерживают сомнения московских экспертов. Список названных причин добавляют падение доходов россиян, поэтому многие свое лето проведут на дачах или на озерах соседних Акасии. Ну, в деревне. Будем садить картошку, полоть, отдыхать. Почему именно в деревне? Почему никуда не поедете на зарубежные, например, курорки? Денег нет. Доходы упали? Доходы упали. Зарплата маленькая. Доходы не позволяют уехать куда-то за рубеж, поэтому озера – вот наш вариант. На три месяца уезжали в Азию два года назад. Этот год в Красноярске провел. Панацея туристического спада предлагает Совете Федерации. Тем, кто отдал предпочтение отдыху на российских курортах, предоставят налоговый вычет со стоимости путевки. Максимальная выплата может составить до 50 тысяч рублей на человека, но пока это только законопроект. Виктория Столярова, Сергей Малафеев, Новости ТВК. И если пляжный отдых на сочинских берегах теряет популярность, то большой спрос наблюдается к поездкам на плато Путорана, говорят туроператоры. Единение с природой, отсутствие населенных пунктов – вот что привлекает туристов, причем как российских, так и зарубежных. Путешествие представляет собой трехнедельную экспедицию. При этом группу туристов из 15 человек сопровождают специалисты из радиолокационной службы, спасатели и медики. Отдых на любителя, говорят представители туристического бизнеса, но такие путевки уже активно бронируются. Цена предложения обойдется до 200 тысяч рублей на человека. Стоимость зависит от большого количества транспорта, на котором будут передвигаться путешественники. Это и воздушная техника, и вездеходная. А какие необычные направления в туризме хотели бы испробовать вы? Где мечтаете побывать и что вам мешает? Высокая стоимость, недостаток инфраструктуры или что-то другое? Об этом поговорим в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на номер 9020 с пометкой ТВК. Комментируйте эту тему в нашей группе ВКонтакте. А также пишите в Вайбер и Ватсапе по телефону 8 923 165 45 00. Играл в нарды за рулем. Водитель пассажирского автобуса решил себя развлечь во время движения. Все произошло накануне вечером. Пассажиры 53 маршрута пожаловались на медленную поездку из центра города до Истинской. Когда подошли узнать, в чем дело, увидели, что шофер, не отрываясь от гаджета, ведет автобус. При этом лишь изредка поглядывает на дорогу. Этим инцидентом уже заинтересовались в департаменте транспорта. Там пояснили, что водитель работает на предприятии «Ветеран». Его стаж более 20 лет. За данный проступок шофера лишили премии. Также к делу подключились и сотрудники дорожной полиции. Водителя вызовут для объяснения. После этого накажут. Бывший министр финансов Алексей Кудрин предложил сократить количество пенсионеров. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на материалы Центра стратегических инициатив. Его возглавляет Кудрин. Чтобы обеспечить пенсионерам достойный уровень жизни, предлагается увеличить пенсионный возраст. До 63 для женщин и 65 для мужчин. Это позволит сократить количество пенсионеров на 9% до 38 миллионов человек. Кроме того, предлагается ужесточить и условия получения выплат. Увеличить стаж с 8 лет до 20 и количество необходимых пенсионных баллов с 11 до 52. Стратегия подготовлена специально для президента Владимира Путина. Позже инициативу прокомментировали и в Совете Федерации, назвав ее неактуальной. Там объяснили такой подход несколькими причинами. Невысокой продолжительностью жизни и не очень высокой пенсии, особенно среди работающих. Цитата. «Если наступит время решения этой проблемы, то это будет не раньше середины 20-х годов», заявил сенатор Валерий Рязанский. Более 400 тысяч рублей удалось взыскать приставом с красноярских должников. И это всего за неделю дежурства в аэропорту Емельянова. Ловить должников в международном терминале Красноярской воздушной гавани судебные приставы начали еще 28 апреля. Специалисты круглосуточно проверяют всех выезжающих туристов на наличие задолженности по кварплате ЖКХ, алиментам или штрафам ГИБДД. Если имеется долг, пассажирам предлагают тут же его погасить через Сбербанк Онлайн. Напомню, при задолженности свыше 10 тысяч рублей неплательщика снимают с международного рейса. Дежурство судебных приставов в Емельяново продлится до 9 мая включительно. Судебные приставы будут дежурить в международном терминале для того, чтобы гражданам, которые вылетают за границу, помочь с возникшими проблемами при вылете, если они ограничены в праве выезда за пределы страны. В основном это задолженности по алиментам, по налоговым платежам и по коммунальным платежам. Ну а теперь к вашим смс-сообщениям. Сегодня мы у вас спрашиваем, где бы вы мечтали побывать и что вам мешает. Очень многие люди обсуждают как раз-таки экспедиции на плато Путарана. Я напомню, что они оцениваются до 200 тысяч на человека. Пишут, что высокая стоимость, был там круто. Называют другие места, хотелось бы побывать на Аляске. Сибирская зима нынче не сибирская. Просто пишут люди, что очень дорого. Даже бывает такое, что вообще не хватает денег на заграничные путешествия. Побывать хочется на Багамах, но после того, как Россия встала с колен, можем себе позволить лишь на Анашем, пишут наши зрители. Также приходят нам сообщения и в мессенджеры. Пишут, мечта всей жизни. Феррарские острова, это вблизи Шотландии. Север, океан, красота. Только дорого. И попасть туда можно через несколько пересадок. Мы вернемся к вашим сообщениям. А сразу после рекламы узнаем, как путешествовать без денег. Переключайтесь. Это ночные новости ТВК. Мы продолжаем и прямо сейчас поговорим о путешествиях, интересных направлениях, которые стоит попробовать. У нас в гостях путешественник, барбер Денис Юшин. Доброй ночи. Первый вопрос. Вот есть небольшой маршрут кругосветного путешествия. Япония, Камчатка, Аляска, Канада, Атлантическое побережье Америки, Европа, Африка, Азия. В общем, всего мне удалось на лето прошлого года начитать 11 стран, в которых ты побывал. Или их уже больше? 11. Пока еще 11. 11. Самое яркое впечатление, самое необычное место? Самое... Ну, как бы в каждой стране есть свои какие-то интересные места. Но для меня пока самым ярким все равно остается Россия. То есть я проехал всего лишь половину России. Я даже называю это не 11 стран, а 10 с половиной. Потому что пол России, от Красноярска до Сахалина я проехал. Осталось еще проехать от Красноярска до Мурманска. Ну, где все-таки лучше? Можно ли так сказать? Меня очень удивил Байкал, но именно та сторона со стороны Лан-Удэ. То есть таких красот я видел мало. Ну, соответственно, конечно, Япония там удивила очень сильно. Южная Корея тоже восхитительно, но маленькая. Филиппины, особенно вот эти вулканы, островки, побережья дикие. Ну, во всем есть свои прелести. Но большее удивление, такой большой контраст все-таки в России. Относительно финансовой составляющей, это то, что интересует сейчас абсолютно всех. Очень многие люди говорят, у меня низкая зарплата, упал доход, я не могу себе позволить путешествовать. Я так понимаю, ты вообще без денег путешествуешь? У меня было на начало путешествия 20 тысяч рублей. Они кончились за Иркутском, ну и все, началась самостоятельная жизнь. А как это происходит? Как в незнакомой стране можно? Как с языками, кстати? Ну, бывает, бывает. Язык я знаю плохо, но бывает так, что я там дня по четыре не ем. Не только потому, что я не хочу есть, а потому что нечего. Ты приходишь, допустим, через границу, там, допустим, перешел через Лаос. На границе находятся люди, которые меняют, ну, менял их денег. Они там курс занижают раза в два-три. Не хочешь менять? Я думаю, ну, поменяй где-нибудь позже. Соответственно, там, несколько часов, там, ты просто идешь, 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 там, нет ничего. Оказывается, кроме как на границе, там, деньги не меняют. Ты идешь, у тебя вообще нет никаких денег, там, местных. Нет вообще ничего, там, с маленьким рюкзачком топаешь. Ну, если будет большой рюкзак, будет тяжело идти. Там, ловишь машины, поэтому, ну, бывает иногда, как сказать, провалы. И ты думаешь, зачем я это сделал? Ну, а потом появляется еда, какой-то заработок, какие-то люди приходят, спрашивают, ты говоришь, а я умею стричь, покажу. Ну, так как английский я знаю плохо, в основном общаюсь языком жестов и показываю им фотографии. Они смотрят, такие, о, классно, а можно подстричься. Ну, и кормят меня, поют. Нет, вообще, часто за границей встречаются такие люди, которые готовы предложить свои услуги. Причем самые различные. Иногда даже, ну, вот лично я встречала человека, который предлагал почистить уши. Да, бывают такие. Когда доверяют люди. Ну, конечно. Ну, когда им показываешь какие-нибудь фотографии прикольные, когда что-то им делаешь. Ну, есть люди, которые не доверяют, но они мне не попадаются. Соответственно, мне попадаются только те, которым не доверяют. Каким-то образом. Ясно. И сколько вообще приходится зарабатывать непосредственно в путешествии? Не считал этого. Сколько не зарабатываешь, все тратишь. Как и в жизни, как и здесь. Это бывает такое, что, допустим, зарабатывал после института 20 тысяч рублей в месяц. Думаешь, буду зарабатывать 30, буду на 20 жить, а 10 откладывать. Но нет. Ты зарабатываешь 30, подумаешь, ну ладно, буду зарабатывать 50, 20 откладывать на 30 жить. И опять же нет. И ты потом зарабатываешь 1100, допустим, и все равно все тратишь. Ну, чем ты больше зарабатываешь, тем больше ты тратишь. И поэтому я всегда в ноль. То есть сколько заработал, столько потратил. Ну, я не считал, сколько зарабатывал. Я планирую сейчас начать заново путешествовать, продолжить его. И уже считать все расчеты, вести, каким-то образом скидывать все это в общий доступ, чтобы люди могли посмотреть, что куда уходило, откуда бралось. То есть я правильно понимаю, что, в принципе, без денег путешествовать реально? Есть люди, которые путешествуют, они берут, у них средний бюджет 10 долларов в день. Есть люди, которые путешествуют за 7, есть за 5. Самые такие дауншифтеры за 3 доллара в день путешествуют. То есть ночуют на каучсерфинге, за 3 доллара в день, то есть находят какую-то еду самую дешевую, ну, по-разному. Иногда кормят автостопщиков, то есть сами, ну, то есть им едет дальнобой, такой увидел автостопщик, там, ну, подвез его что-нибудь. Если человек хороший, там, умеет играть, не знаю, на гитаре, рассказывать какие-то истории, и водителю интересно, и парню интересно, его могут даже, там, покормить, там. Некоторые с автостопа возвращаются вообще даже с деньгами. То есть им говорят, ну, ладно, на тебе денег, там, на путешествие дальше. Насколько это безопасно? Потому что всегда говорят, когда кто-то собирается ехать автостопом, да, без денег, что обязательно живым ты не вернешься с этого путешествия? Не знаю, это просто страхи. Очень мало случаев бывает. Если брать процентом соотношений, то людей, погибающих, там, не знаю, в автомобильных катастрофах гораздо больше. Но люди, тем не менее, не боятся, садятся за руль машины, там, садятся в автобус, едут, ну, и могут попасть в аварию. А автостопщиков, вот именно убитых, я таких историй слышал вообще мало. Но, тем не менее, у тебя был прецедент, когда тебя ограбили за границей? Ну, ограбили меня, мне со мной ничего не сделали. То есть, я пока спал, у меня просто взяли и утащили рюкзак. Ну, так это тоже неприятно в чужой стране без паспорта. Ну, конечно, это неприятно, но я не могу по этому случаю судить о том, что вот страна плохая. То есть, скорее всего, это сделали какие-нибудь, допустим, филиппинцы. Ну, потому что они там живут бедные, они там все-таки как-то настраивают смуту. Но украл один человек, а извинилась передо мной человек 60, малайцев, там, извините, как будто это какой-то родственник, его сделан, там, извините, пожалуйста, не думайте плохо о нашей стране. У нас все хорошо, только, ну, бывает. У нас же тоже в России грабят, тоже там, ну, воруют, что-то с этим делают. Поэтому я, когда проснулся, я сначала бегал, конечно, в панике, такой, о-о-о, там, что же делать, где мои вещи, где документы, там. Ну, для меня это было страшно, как касаться в своей стране. Но без денег, ладно, я это прошел, но без документов и инструментов, ну, тем, с помощью чего я зарабатываю деньги. И я потом понял, что главное, что меня не подрезали. Не подрезали, не сломали руку, там, ничто со мной не сделали. То есть я жив, здоров, и у меня, получается, есть задача. Как выбраться из страны, где я без денег и без документов? Хорошая задача. Да. Относительно также медицинской страховки, это же на самом деле очень опасно, быть покалеченным в чужой стороне. Я думаю, что да, но я был без страховки. Ну, то есть я так, я фаталист, я знаю, что если меня сужено где-то умереть, то есть, ну, неважно, где я буду дома, там, лежать или мыться в ванной, ну, что-нибудь все равно произойдет. Поэтому пока есть возможность двигаться, я двигаюсь. Вот главный вопрос. Это все-таки какое-то внутреннее состояние человека, готовность вот к таким авантюрным вещам, или абсолютно каждый может так сделать? Там, не знаю, менеджер среднего звена, который постоянно сидит в офисе и ни о чем таком даже, ну, там, просто мечтает. Не, ну, если захотеть, то да, это внутреннее состояние все-таки, когда ты к этому приходишь. То есть ты понимаешь, что тебя там, ты достиг определенного уровня социального развития, там, достиг определенного уровня финансового развития. Ну, как бы ты вроде уже все попробовал, посмотрел, побыл, не знаю, директором кого-нибудь, ну, открыл свой бизнес, что-то еще поделал, понял, что вроде как кайфово, но нет состояния абсолютного счастья. Ты начинаешь искать его в других местах. Кто-то в просвещении, кто-то в просветлении, кто-то в йоге, там, в всяких разных, ну, каких-то штуках, а кто-то в путешествиях. И получается так, что некоторые люди, ну, могут это абсолютно все, но не все хотят. Ну, то есть, если человек хочет, может любой. Вот есть фильм, там, путешествие Уолтера Мити, как-то, не приключения Уолтера Мити. Там тоже обычный чувак, который никогда в жизни ничего не делал, и тут пустился просто за фотографией, в поиски за фотографией, то есть, и добился неплохих результатов. Друзья наверняка спрашивают, там, как ты это делаешь, есть ли какой-то вот список, с чего начать и как дальше идти? Ну, у меня был сначала список, я представлял, что начнется все так и так и так. Вот, соответственно, когда я брал по этому списку вещь, у меня получилась такая гора вещей, я подошел и понял, что я не смогу этого унести. Я там откинул влево то, что вообще не надо, откинул вправо то, что вроде бы не надо, и осталось вещей все равно много. И со временем я пришел к маленькому рюкзачку, он был 7,5 килограмм всего лишь. Я понял, что если был килограмм больше, я так скажу, мне тяжело. То есть, соответственно, вот это 7,5 килограмм, а лучше же 7 или 6,5, и с ним путешествовать комфортно. То есть это маленький рюкзачок вот такой вот, и в нем вмещается все, что надо. Это понятные инструменты. Это парикмахерный инструмент, во-вторых, это паспорт, какая-нибудь банковская карта, ну, на которой в случае какой-то проблемы, то есть у тебя друзья могут закинуть деньги, что ты можешь купить себе что-то, либо обратный билет, ну, либо друзья могут купить. Ну, то есть у меня как бы много друзей, и я также им помогаю в городе, когда могу. То есть мосты сжигать нельзя, когда в такой... Не, ну, конечно, можно сказать всем, ари видачи, ребята, прощаемся, ненавижу вас всех и ухожу. Нет, у меня такого нет. И просто у меня есть там лучшие друзья, с которыми я иногда говорю, купи мне билет, допустим, там, по приезду там через месяц дам. И у какого-то человека, допустим, есть свободные деньги лежат, но он покупает билет, я могу вернуться в любой момент. В тот момент я думал, что сделать, я думал, как бы там проехаться, но ребята там в одном из баров собрали акцию Юшин Бомж, вечером все пили, гуляли, и выручку бара за деньги они отправили мне на счет. Вот, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Спасибо большое. Денис Юшин был у нас в гостях путешественник. Мы продолжим после рекламы. Это ночные новости ТВК. Мы продолжаем. И еще немного ваших сообщений о том, где бы вы хотели побывать. Хочу увидеть непроходимые джунгли Амазони, но это сложно выполнимо, таких туров почти нет. Мечтаю попасть в США, увидеть то, о чем писал Марк Твен и Джек Лондон. Увидеть диких животных на воле, например, в Африке, но с ценами и курсами валют остаются только зоопарки, пишут наши телезрители. Но мы узнали, что можно путешествовать и без денег. А пока продолжаем. И прямо сейчас новая серия проекта «Большая уборка». Сегодня расскажем, убрали ли свалку от Аргашинского хребта, а также о жалобе на неубранную дорогу возле школы, с которой к нам обратились сами ученики. Слово Елизавете Курочкиной. Мы сейчас находимся на территории химико-металлургического завода. Как вы помните, несколько дней назад здесь была огромная стихийная свалка, в основном из промышленных отходов. Мешки с веществом, похожим на известь, автомобильные покрышки. В общем, все что угодно. На следующий день мы приехали сюда и увидели, что территорию уже начали очищать от мусора. Кто это делает, мы так и не узнали. Сегодня мы сюда попали с большим трудом. Люди, которые не представились, нас не пускали, однако мы все же попали. На эту территорию видим, стоит техника, бульдозер с наполненным ковшом. Скорее всего, здесь убирается, но видим мы это и по взрытой почве, которая взрыта очень активно, следовательно, мусор отсюда все же вывозили. И сегодня же мы узнали имя героя. Вывоз отходов инициировал сам арендатор ХМЗ. Как нам рассказал технический директор, который запретил показывать свое лицо, мусор с этого участка хребта вывозят регулярно, а именно два раза в год. Всего два раза в год. Но по мнению руководства, этого достаточно. Ведь не факт, что отходы с ХМЗ, как говорится, не пойман, не вор. Два раза в год мы выбираем эту территорию. Без вашего кино. Регулярно, систематически. Ну а как там оказались, например, документы с завода? Наши документы могут находиться в Чили, в Антверпене, в Москве, в Кемерово, в Владивостоке. Ну, они же оказались здесь сейчас. Поэтому я не могу сказать, почему они там оказались. Я никого не видел, чтобы кто-то приехал и там бросил. Может быть, кому-то что-то продали, ему не понравилось, он в отмеску приехал, взял и выбросил. Может быть, там какой-нибудь балбес пытался, так сказать, на пакости там, еще что-то. Я, у меня нет, так сказать, Ну, то есть, вы утверждаете, что никакой мусор промышленный, там мешки с извездкой, и всякие автомобильные покрышки, все это выбрасывает кто-то другой. Значит, я не могу этого утверждать на 100%. Чтобы обрести стопроцентную уверенность и понимание того, кто же заваливает хребет мусором, в ХМЗ пообещали усилить контроль на территории. Там установят камеры видеонаблюдения, посты охраны и дополнительные шлагбаумы. А оставшийся мусор с пустыря увезут в ближайшие две недели. Но убирать участок чаще двух раз в год, говорят, нецелесообразно. Но если Таргашинский хребет все-таки не самое проходимое место, то вот по этой дороге люди ходят ежедневно. Впервые за всю историю проекта «Большая уборка» к нам обратились дети, что учатся в школе номер 13 по улице Рейдовая. Они жалуются, что каждый день через эту мусорную аллею им приходится пробираться, и видят они отходы разного калибра. Например, этот старый диван, упавшие ветки, ну и по традиции самый разный бытовой мусор. Эта улица относится к администрации Ленинского района. Сегодня мы связались с приемной главы Александра Клименко. На рабочем месте его застать не удалось, но нам пообещали. Заявку обязательно передадут в отдел ЖКХ, и в ближайшее время мусор вывезут. На этот раз мы счетчик здесь на Рейдово устанавливать не будем. Все-таки впереди достаточно длинные выходные, и, соответственно, много времени, чтобы территорию очистить от мусора. Но надеемся, что к 10 мая здесь все уберут, и путь до школы для учеников будет как минимум более приятен. Все потому, что 10 мая они как раз после таких небольших каникул возвращаются на учебу. Елизавета Курочкина, Сергей Малафеев, Новости ТВК. Это были ночные новости ТВК. Наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова